Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему сегодняшнему эфиру. И сегодня у нас в гостях Кристина Черноусик. Я хотел бы спросить, Кристина, расскажи, пожалуйста, каким путём вёл тебя Бог? Как Он тебе открывался? Как ты стала верующей? Да, это интересная история. Я бы хотела начать с самого начала. Это с детства. Я родилась в нехристианской семье. И у меня мама была учительница, а папа был военный. И они вот так вот познакомились и поженились. Получается, у моей мамы была дочь от первого брака. И уже у меня есть брат, и я, мы уже от нашего отца. И получается, что когда мне было где-то 4 года, мой папа сильно заболел. Я не знаю подробностей, но я только знаю то, что у него полностью отказали руки, ноги, и он стал лежачим. Парализовала? Парализовала. И потом выяснилось, что это рассеянный склероз. Но интересно то, что ему было чуть больше 30 лет. И тогда это не лечилось, я думаю. И мама за ним ухаживала какое-то время. Но так как ей надо было ходить на работу и как-то нас кормить, папу забрала его мама. Она жила недалеко от нас, в одном поселке. И она о нем заботилась. Ну а мама уже ходила на работу и заботилась о нас. Это было в Белоруссии. Это было в Белоруссии? Это было все в Белоруссии, да. В маленьком поселке. И перешел такой момент, когда мама встретила другого мужчину. И так получилось, что они познакомились, вроде все было хорошо, но он ее как бы споил. И получается, что она стала употреблять алкоголь. И мне было тогда лет шесть. И как-то вот так вот мы жили. Жизнь такая была, что папу мы уже не посещали, хотя он жил недалеко. И со временем его отправили в такой центр для таких людей. Он уже полностью потерял память. И это было очень далеко от нас, в другом городе. И бабушка тогда уже умерла. И семья такая была, что мама перестала работать, так как алкоголь. И мы с братом чаще росли на улице, можно сказать. Мы приходили домой, но мы все время проводили на улице и учились всему плохому. И мне было восемь лет, и я уже курила и ругалась матом. То есть я всегда проводила время со своим братом и с мальчишками с улицы. И вот так вот мы жили какое-то время. Потом к нам домой стали приходить из соцобеспечения люди, чтобы посмотреть, как мы живем. То есть это обычно со школы присылают. Но мы не открывали дверь, потому что мы понимали, в какой мы ситуации. Мы понимали, что нас заберут. Может быть, даже мама нам об этом говорила, что если вы будете открывать дверь, вас заберут. Это примерно то же самое, что СПС в Америке, Child Protection Services. Да. Примерно то же самое. И мы не открывали дверь. Но жизнь была такая нехорошая. Но мы не понимали с братом, потому что, в принципе, ни одна такая семья была на нашей улице. Таких семей было много. Алкоголиков с детьми. Но плохо было то, что мы видели вот эту вот жизнь. Как они пьют, как потом у них разборки. Это все происходило постоянно на наших глазах. И вот этот вот мужчина, который жил с мамой, он потом начал ее бить. И очень часто ее избивал. И мне приходилось прятать все время ножи, вилки. Я все это прятала, потому что я боялась каждый день. И так как мы дверь не открывали для соцобеспечения, то в один день приехали они в школу и просто забрали нас. То есть мой брат был старше, ему было 12 лет, его сразу в интернат определили. А меня, так как мне было 8 тогда, меня определили в приют. Он назывался Дом Марии. Он был такой маленький, там было до 50 детей где-то. И получается, прямо со школы нас и забрали. То есть мама не знала об этом. Но так и выяснилось, что в принципе она и не приезжала. Я даже не знаю, сказали ей, не сказали. Но я думаю, должны были сказать, что где мы находимся, но она не приезжала. И вот в этом приюте, куда я попала, это было такое интересное место, его открыли христиане, иностранные христиане. И вот назвали Дом Марии. И там были хорошие воспитателя, то есть как бы за нами ухаживали. Но ребенок максимум мог там находиться полгода всего. И получается, что за эти полгода решалась судьба ребенка. Или родители восстанавливаются, или кто-то из родственников может ребенка забрать. То есть это временное место было для того, чтобы решить, что потом делать с ребенком. Или в интернат отправить, или в семью определить. То есть с ребенком полгода что-то решали. Но еще до того, как я попала в приют, у меня был двоюродный брат, ему было 18 лет, и он хотел меня удочерить. Он собрал все документы на меня, и справки, все, что нужно было, и его забирают в армию. У него уже лежит вот эта папочка, и его просто призывают в армию, и он уходит. И получается, вот я попадаю в приют. Но у нас из родственников никто не был верующий. И мы никогда не слышали о Боге. И как бы я первая, кто услышал о Боге из всех моих родственников. И получается, вот в этом приюте был рождественский праздник. Получается, что так как это такой христианский приют, то там часто выступали христиане, вот, но я помню только одно выступление, так как дети там всего лишь полгода находятся. И это было Рождество, и приехала группа из церкви, и они говорили о Боге, такая, как евангелизация была для детей, с постановкой, с песнями. И все были молодые люди. И главный был отец моего мужа. Его зовут Виктор, и он выступал в начале. Просто как бы представил свою команду. И я так посмотрела, и просто у меня такая мысль, только просто мысль была. Вау, мне бы такого папу. Ну и все. И получается вот эта вот постановка, это все закончилось, и все уехали. И как бы время идет дальше. И получается, что вот Ванина семья, родители моего мужа, они уже на тот момент взяли в семью несколько детей. То есть у них был домашний приют. У них был домашний приют, и они уже взяли трое приемных детей. Вот. С этого же приюта, с христианского. И как-то они взяли мальчика, Вадима. И так как там объявились родственники, и они были против того, чтобы Вадим был в христианской семье, и его нужно было вернуть. И когда его вернули в приют, то директор просто говорит, ну возьмите девочку вместо этого мальчика. У нас есть девочка хорошая, Кристина, такого же возраста. И они стали ко мне приезжать. Родители моего мужа, они стали ко мне приезжать. И мы познакомились, и они ко мне приезжали несколько раз. И потом они спросили, хочешь ты жить в нашей семье? Ну я говорю, конечно хочу. Почему бы и нет? Мне уже исполнилось 9 лет тогда. И меня вот в 9 лет забрали в семью. Мне очень понравилась сразу семья, дом большой. И все очень красиво, все очень интересно, все новое для меня было. Вот. И единственное, что вот когда уже ребенку 9 лет, очень сложно его перевоспитать. Потому что, ну у меня не было должного воспитания. Потому что я ругалась матом. Я как бы видела вещи, которые дети не должны видеть. когда мы маму там били, или такие вот моменты. Или, например, я обманывала очень сильно, и мне никто никогда не говорил, что это плохо. То есть в принципе я не знала, что плохо, что хорошо. Я не разбиралась в 9 лет. Поэтому, когда я пришла в семью, и мне как бы уже начали учить нас в семье и объяснять, как правильно себя вести. И я помню, не могла понять. Мне кажется, ну я же все делаю нормально. Но мне говорят, нет, нужно так и так делать. И получается, вот это мое перевоспитание, оно длилось, и не один год. И как-то раз мама такая что-то у меня спросила, и я опять ее обманула. И она говорит, ну Кристина, сколько можно уже обманывать? Я уже устала, ты все время обманываешь. Ну ты что, не можешь сказать правду? Я говорю, зачем говорить правду, если мне удобно так? Ну зачем, чтобы меня ругали за правду, если я могу обмануть? То есть у меня совести, можно сказать, вообще не работала совесть, получается. Вот. И мама говорит, хорошо, пойдем молиться. И мы пошли с ней в комнату, я думаю, ну молись, как бы. И я уже в семье стала слышать о Боге, но я еще не до конца понимала, кто такой Бог, почему мы Ему молимся, да? То есть мы это вот узнавали, учились понимать. И я говорю, ну молись, мама. Я не знаю, что изменится. Как бы я как обманывала, так и буду. Я говорю, мне так удобно. Вот. И она стала молиться за меня, и я стала повторять за ней. И вот, наверное, это было первое чудо в моей жизни, когда после молитвы, молитва была обычная, но я помню, что я вообще думала о своем во время молитвы, но мысли у меня такие были, как будто бы совесть проснулась. То есть я поняла, что я огорчаю родителей, что я делаю неправильно. И получается, вот после этой молитвы я уже никогда не обманывала. То есть это было такое, наверное, первое освобождение. И вот так вот мы продолжали. Нас было много детей. Нас было 18 детей приемных в семье. И вот так вот мы учились, как бы перевоспитывались. Как бы дети довольно сложные, потому что у всех родители были кто алкоголики, у кого-то воры, у кого-то убийцы. То есть и как бы работы было много. Ну, мама с папой молились о нас и как бы вкладывали, что могли. То есть получается, эта семья была, христианская семья, которая построила дом и взяла, приютила, усыновила, удочерила где-то 18 детей, плюс еще своих двое было. Да. 20 детей было в доме. 20 детей было в доме. Это было такое служение Богу у мамы с папой. И они посвятили свою жизнь этому. И Бог всегда благословлял. То есть мы никогда не нуждались в пище или в одежде, потому что всегда или какие-то организации, или какие-то люди. То есть всегда была помощь в семье. То есть мы ни в чем не нуждались. Мы жили довольно скромно, но мы ни в чем не нуждались. Удивительно. Удивительный пример христианского служения. И было непросто, потому что, конечно, больше доставалось маме, так как она была всегда с нами дома. И это школа, учеба, уроки. И вот это вот еще и воспитание. И сложность в том, что мы в школе могли разное выдавать там поначалу. Когда только вот пришли в семью, поначалу мы разное выдавали. Ну потому что из таких вот в основном неблагополучной семьи. Ты говорила об этом. Неблагополучной семьи с трудным очень прошлым, с трудным опытом очень. Вот как у вас жизнь обстроилась? И получается, маме доставалось, но она все время молилась. И мы слышали, как она молилась в своей комнате о нас и вообще за свою жизнь. И вот так вот мы росли. Но что я помню, что я уже знала о Боге. Я молилась, читала Библию. Но такой вот личной встречи у меня не было в детстве. То есть я уже понимала, в какой семье я расту. То есть я уже стала слушаться родителей. То есть все вот это вот воспитание и молитвы, они шли во благо, потому что изменения были. И как бы... И пришел такой момент, когда в школе учителя стали говорить, что мы самые лучшие дети. Да, то есть... Это было, конечно, не сразу. Но как бы Бог, Он делал свою работу. И через... Потом через какое-то время мы начали покупать коров, кур, свиней, кроликов. У нас было очень большое хозяйство, огород. То есть мы помогали родителям во всем. В принципе, нам это нравилось. То есть нам нравилось учиться, помогать. Как бы это все было интересно. И когда мне было 15 лет, у нас умирает мама. И... Это такой был, конечно, сложный момент. Но получается так, что уже когда я была в христианской семье, мои родители тоже умерли, родные. Получается, папа умер. Ему было 43 года. И через два года умерла моя мама. Но так как моя мама пила, то просто ее убили в итоге. Вот. И буквально через два года умирает уже моя приемная мама. Я не помню, что мы делали, что мы говорили Богу. Я плохо помню такие вот моменты. Но почему так случилось, нам было интересно. Потому что полный дом детей, и мамы просто нету. И как нам дальше жить, вообще что нам делать. Потому что я была одна из старших девочек, а все младшие. То есть у нас самому младшему где-то было 7 лет мальчику. И нам нужно было заботиться о всех. Но интересное то, что опека, она не забрала детей. Несмотря на то, что мама умерла, она позволила как бы отцу дальше воспитывать детей. То есть если он сможет. Ну и так как мы уже были взрослые некоторые, то мы уже помогали папе. И вот так вот мы жили дальше. То есть основная нагрузка уже легла на старших детей, которые были в доме? Да, на старших мальчиков, девочек. И одна из них ты была? Да. То есть у нас уже на то время мы уже продали весь скот. У нас уже ничего этого не было, потому что это очень много нагрузки. Максимум у нас остался огород, но мы потом тоже просто засеяли газоном и все. Потому что мы еще и в школе учились. То есть не было на это все время, чтобы и младшим помогали учиться. И мы ходили все в церковь. Но лично я... Мне было тяжело находиться в церкви. То есть я часто думала, скорее бы закончила служение и просто пойти домой. Как бы я не могу сказать, что мне это сильно нравилось. Но в то же время я этому не противилась. То есть потому что я верила в Бога, я знала, что Бог есть. Но сердце свое я еще не открыла на тот момент. И когда мне исполнилось 16 лет, у нас как бы семья была... Дети были на воспитании до 16 лет. То я как бы ушла уже с семьи, то есть на государственное обеспечение. И я училась, поступила в лицей и жила в общежитии. Но как бы я приезжала на выходные домой, так как папа всегда говорил, что вы можете приезжать. И мы помогали, чем могли. Ну и как бы все равно семья. И причем мы любили наш дом, и папу любили. И все равно вот такая жизнь у меня была, что вроде бы я с Богом, и в то же время я как бы живу, как хочу. То есть я могла ходить на дискотеке, папа не видит. То есть в принципе я и не курила, ничего такого плохого не делала. И мне казалось, что это нормально. И я такой вот жизнью двойной жила. И я как бы убеждена в том, что я не была возрожденным человеком. И это продолжалось. И потом я пошла дальше учиться, уже в колледж поступила. И так получилось, что я пошла в финансово-экономический колледж в Минске. И мое общежитие было рядом с Ваниной работой. Это, получается, старший сын приемного отца. И мы стали с Ваней общаться. Он вот так вот то ко мне придет после работы, то я к нему после колледжа, потому что рядом. И мы стали вот так вот общаться. И проводили время иногда вместе. Там в кино ходили. Но он всегда говорил, что ты малая. Ну, я младше на пять лет, и плюс я всегда выглядела младше. Вот. И мы как бы так дружили, да. И как бы такого, чтобы каких-то серьезных отношений, ну, и не было, да. Потому что, ну, мне еще 17 было на тот момент. Вот. И опять же, я ходила в колледж. Я вроде бы ходила в церковь постоянно. Я служила Богу. То есть ты даже продолжая вот жить в Минске, отдельно от семьи, ты продолжала ходить в церковь? Да, я продолжала ходить в церковь. Хотя двойную жизнь, ты говоришь, вела. Да. И там комфортно было, и здесь вроде нормально было. Да. Потому что я ходила в церковь, читала Библию, и в то же время могла делать вещи, ну, которые христианин не должен делать. И, в принципе, если он христианин возрожденный, он этого не хочет делать. Ну, а мне интересно, да. То есть у меня были и верующие друзья, и неверующие друзья. То есть у меня как бы таких два мира. Я вот так вот жила. И я не говорю, что я делала что-то плохого. То есть мне казалось, что я живу хорошо. То есть я христианка. Мне казалось, что я возрождённая, что я рождена свыше. Мне вот это казалось, потому что я каялась пред Богом. Я приносила все свои грехи, проблемы. Но в сердце всё равно не было того, чего я уже позже ощутила, к чему я всё и веду. И вот так вот в 19 лет мы поженились с Ваней. Он мне сделал предложение. И я сразу согласилась, потому что я знала Ваню уже много лет. И я знала, какой он человек. Я полностью знала его характер. И это был такой вот человек, действительно, которого я полюбила. Потому что это был мужчина. Не был, он и есть мужчина, который настоящий мужчина. То есть к твоим 19 годам ты уже его знала 11 лет. Да. И получается, что у меня не было сомнений. Я знала, что это за человек. И Ваня был христианин. Может быть, он до конца не знал мою жизнь. Он видит, внешне, в принципе, всё хорошо. Я хожу в церковь, я молюсь, я стараюсь меняться. То есть я ничего такого плохого не делаю, но сердце моё не было с Богом на тот момент. Но мы поженились. Ваня полюбил меня, я его. И вот когда мы поженились, вот это всё и стало вылазить. Вот эти вот моменты, которые вот эти и были. Во-первых, очень много с прошлого. Потому что из-за того, что у меня все неверующие в роду, как бы у меня очень внутри было много какой-то обиды, такого какого-то зла и раздражения. И я даже не могла понять, что это. Я сначала говорю, Ваня, что со мной такое? Я говорю, я же верующий человек, я же стараюсь. Я говорю, почему это всё вот у меня снутри выходит? Там вот это раздражение. Мы стали с Ваней ругаться. И я понимала, что это из-за меня. То есть это не то, что там Ваня что-то делает. То есть я понимаю, что я постоянно недовольна. Я понимаю, что проблема во мне. Но я не могу до конца понять. Мне же кажется, я христианка. Мне кажется, что всё хорошо. Я иду за Богом. То есть на тот момент уже 10 лет, как вот я пришла в семью. То есть я уже знала о Боге 10 лет. Но я не могу понять, в чём проблема. И я вроде бы молюсь. Я говорю, Господи, покажи мне. Я ничего не понимаю. Мы всё время ругаемся. Я говорю, это не должно быть так. И вот так вот жизнь идёт. То есть получается, что я вроде бы пытаюсь, понять, но всё равно какая-то вот пустота. То есть всё равно вот я куда-то не туда иду. Я как бы и спросить ни у кого не могу. Как бы вроде бы, ну, с мужем я на эту тему не говорила. Я как-то это всё сама переживала. И самое интересное, что я не отдала это всё Богу. И вот так вот мы жили 10 лет почти с мужем. То есть это такие были непростые в плане моего характера. То есть у меня муж очень добрый, и он очень такой терпеливый. Бог, наверное, знал, какого мужа мне надо дать. Но у меня не было вот этого разделения чёткого, что вот христианин, он не может поступать так и так. То есть для меня как было? Ну, мы сделали грех, покаялись, и мы христиане, и всё хорошо. Но насколько важно, когда человек принимает Бога в своё сердце, и Бог его возрождает. Во-первых, человек меняется. Во-вторых, человек уже и Дух Святой обличает, и мы уже не делаем вот этих грехов. Но у меня этого не было. Я этого не понимала. Я просто понимала, что у меня с прошлого очень много вот этого боли, вот этой боли, обид. Таких вот какой-то... Я всегда говорила, вот у меня муж, например, говорит, «Кристина, что с тобой вот происходит?» Да, я говорю, что «А ты что хотел?» Ну, я там с такой семьей, я говорю, «А ты что хотел?» То есть у меня это было козырной картой такой. Я постоянно об этом говорила. Вот. И уже будучи в Америке, пришёл такой момент, это, наверное, был пиковый момент в моей жизни, когда я просто перестала читать Библию и молиться. И я просто настолько упала, что, ну, как бы, да, я не делала ничего плохого, да, вот каких-то грехов бывает, да, что люди, они начинают там грешить. Но я просто перестала молиться. И это вот и было вот это вот начало вот этого такого сильного падения. Тем более, если я была невозрождённым человеком. И, наверное, мне нужно было пройти вот это вот такое сильное падение. Я перестала читать Библию, молиться. У нас были плохие с мужем отношения. И плюс начались проблемы финансовые. То есть проблема за проблемой. И когда дверь для дьявола открыта, там он уже пытается всё просто. Вот. И однажды после служения мы ехали домой с мужем, и мы сильно-сильно поругались. И я просто, мы приехали, я взяла вещи и уехала. Я думала, больше не вернусь. Вот. И я уехала с дома. Это где-то было 3 часа дня. Вот. И я приехала на плазу. Ну, я там бывала часто. Вот. И как бы я очень знала хорошо эту плазу. Я встала так посередине. С одной стороны магазин марихуаны, а с другой стороны справа был магазин алкоголя. А я посередине встала. И они так рядом, да. И я такая думаю, куда мне идти? Направо или налево? То есть, и вот это вот всё внутри, в мыслях. И я такая думаю, ну, если я куплю сейчас алкоголь, как бы, я, у меня мама была алкоголичка, то есть не сильно я хочу вот это вот всю жизнь. Мне это не хочется, да. И такие вот размышления. Я говорю, ну, купить наркотики, я такая, ну, как бы, я никогда не пробовала, да и в принципе мне не хочется, да. То есть стою, вот размышляю, и в это же время просто вот эта боль внутри, как бы уже думаешь, что делать. И на тот момент мне уже жить не хотелось, потому что такое вот... У меня уже часто возникали такие вот нехорошие мысли, да, про... Не то, что про самоубийство. У меня таких мыслей не было, но просто вот, что зачем жить? Ну, как бы, бессмысленная жизнь просто. Вот я пришла к такому моменту. И вот сидя в машине, я просто думала, что дальше делать. И я просто такой человек, который всегда вот пытается всё решить сам. Так как я рано позарослела, да, я уже 16 лет самостоятельно жила, я всегда решала всё сама. А тут как бы такой момент, когда надо просто довериться Богу. И в то же время я просто сижу и думаю, что мне дальше делать, да. И тогда я обратилась к Богу, я сказала, Господи, в принципе, я жить уже не хочу. Как бы, ну, такая жизнь, как у меня есть, ну, мне не нравится в плане, что духовной. Я понимаю, что, ну, я мёртвая духовно. И я говорю, спаси меня. Вот, я сказала, спаси меня. И потом я просто отдала своё сердце. Я сказала, Господи, я посвящаю свою жизнь. Я вижу, что без Тебя жизни быть не может. И вот это вот первый раз, вот за 20 лет, получается, что я слышала о Боге, да, я первый раз произнесла такую молитву, когда вот молитва посвящения. Потому что я знаю, что такой молитвы раньше у меня не было. И я понимаю, что Дух Святой сходит. И молилась я несколько часов, потому что уже стемнело, уже было поздно, может быть, часов в 9 вечера. Я не помню, о чём я молилась. Дух Святой сошёл. И я понимаю, что я каялась просто пред Богом. Но вот это вот была такая борьба просто. Потому что я уже думала, что домой я не вернусь. Но потом, когда я закончила молитву, я собралась. Думаю, надо же домой ехать. И я поехала домой. Уже было поздно. И когда я приехала, у меня сразу Ваня, мой муж, подошёл и сразу извинился. Ну, я думала, ну как я зайду, да? Как-то это надо помириться как-то это. И как бы муж уже всё сделал. То есть он сразу попросил прощения. И самое интересное, что вот с того вечера Бог просто поменял мою жизнь. То есть, во-первых, характер мой, то есть он стал меняться сразу. Вот я как бы с каждым днём я видела, как меняется мой характер. Что во мне уже вот это всё зло, вот эта обида, оно всё уходит. Бог, Он начал делать вот эту свою работу. И самое интересное, что это было только в том году. Я как бы думаю, Господи, почему только в том году? Я 20 лет ходила в церковь. Я 20 лет слышала о Тебе. То есть я служила Тебе, но почему только сейчас, да? Вот. Ну, в принципе, как бы я рада, что вообще это случилось. И неважно, да, что всего лишь в том году. Вот. Но как бы я наконец-то ощутила вот эту вот свободу. Когда полностью ты... То есть ты уже не в рабстве. Ты уже... Вот эта вот внутренняя свобода. Просто... И мне стало настолько легко. И самое интересное то, что... А потом я поняла, что мне нужно освобождение от многих вещей. Потому что у меня род неверующий. И у меня родители двое умерли в 43. И я в какой-то момент почувствовала, что это как проклятие. Потому что я умру в 43 года. И я поняла, что это всё нужно просто молиться. И это всё нужно разрушать. И как это делать, я не знаю. И тогда вот Бог послал мне души Попечителя с нашей церкви. И мы с ней очень много разговаривали. Мы с ней очень много молились. Она мне очень много объясняла. И просто Бог исцелял тоже через неё моё сердце. И я верю, что освобождал. Потому что я изучила все вот эти вопросы о родовых проклятий. Я всё это перечитала в Библии. Пересмотрела проповеди. То есть мне важно было просто уничтожить все концы с прошлого. Всё, что вот это с прошлого, оно меня держало. А оно держало, потому что я жила. И я постоянно внутри это вспоминала. Я постоянно чувствовала какую-то боль, какую-то обиду. Постоянно какие-то мысли. И Бог дал свободу. То есть избавил от всего. Смотря на твой путь, которым тебя Бог вёл. Что ты могла бы посоветовать людям, которые сейчас слушают и думают... А я чувствую, что у меня есть тоже какие-то проблемы, которые нерешённые в моей жизни. Что ты вот таким братьям, сёстрам могла бы сказать? Ну, во-первых, мы часто ходим в церковь, и нам кажется, что мы уже спасены. И нам кажется, что всё, мы с Богом. Но очень важно пережить личную встречу с Богом. Очень важно просто посвятить свою жизнь Богу полностью. Не частично, там, вот это я посвящаю, это не, да, полностью отдать. Это важно проговорить слух. Это важно просто Господу сказать. Потому что именно когда я только это сказала, Бог стал делать работу в моей жизни. До этого я думала, что я христианка. Я думала, что я спасена. Но я не понимала своих вот этих внутренних проблем. Почему со мной это происходит, да? То есть, чтобы обрести свободу, мы просто должны сделать чёткий выбор. Мы не можем быть тёплыми, да? То есть, мы должны чётко определить, за кем мы идём, кому мы служим и кому мы верим. Поэтому каждый человек должен сделать это решение. Если уже служить, то от всего сердца. Да. Если уже идти за Иисусом, то до конца. И посвятить свою жизнь полностью. Сказать, Господи, я просто доверяю Тебе. Я доверяю всё абсолютно. И ещё до того я всегда задавалась вопросом, как можно доверить всё Богу? Как можно любить Его больше всего? У меня как бы муж, дети, я их так сильно люблю, я не могу любить больше Бога. У меня какой-то такой был… Это же моё самое родное, вот эта семья. Тем более, когда у меня не было семьи, то для меня это было самое ценное. Но когда я отдала всё Богу, и я стала любить больше Бога, я даже поняла, что я ещё больше стала любить своего мужа и детей. То есть любить их меньше я не стала. Я, наоборот, не потеряла, но приобрела. Да. Поэтому мы должны полностью на сто процентов решить. Если мы хотим, и если мы решили, то мы должны всецело посвятить себя. То есть начинается всё с решения. Я буду. И начинать двигаться, принимать конкретные шаги для того, чтобы действительно вот это посвящение было в жизни нашей. Да, конечно. Я просто пришёл в такой момент, когда я не увидела смысла в жизни дальше. Я просто поняла, что что-то не так, да, и нужно что-то менять. И тогда вот Бог и дал мне, вот, наверное, вот это… Я просто когда вот упала сильно, и я вот ощутилась в самом низу, и я поняла, что только Бог меня вытянет. И Бог вытянул в тот же вечер. Конечно, работа идёт до сих пор. Бог до сих пор со мной работает. Он меня меняет. У меня искушение, испытание. То есть я всё это прохожу. Как бы не то, что, да, вот я отдала своё сердце Богу, и всё. И у меня как бы всё хорошо. Конечно, поначалу я была вообще самым счастливым человеком, да. Потому что мне казалось, что это такое что-то новое. Потому что я знала о Боге, но не знала Бога. И самое интересное, я уже даже не прилагала усилий, чтобы там не ругаться, да, или там не раздражаться. То есть Бог дал такой мир и любовь в сердце, который просто вот, да, просто поменял. Слава Богу. Слава Богу. Я предлагаю помолиться за наших зрителей. Если вдруг кто-то смотрит нас, и я просто хотел бы обратиться к ним. Дорогие друзья, если вы ходите в церковь и считаете себя христианином, но где-то в вашей жизни вы ощущаете, что нет у вас действительно полностью посвящения Богу, то мы готовы молиться за вас, чтобы ту работу, которую Господь провёл в жизни Кристины, чтобы та же самая работа, тот же самый Бог, Он явился к вам, прикоснулся к вам и поменял вашу жизнь. Давайте помолимся. Да. Встань, помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Благодарим Тебя за то, что Иисус пришёл на эту землю для того, чтобы пролить свою святую кровь и освободить нас от узрабства греха. Благослови Господь наших зрителей, чтобы их жизнь была полностью посвящена Тебе, и чтобы каждый из них, кто смотрит нас, назвал Тебя своим личным спасителем. И будь прославленным в их жизни, слава Тебе. Аминь. Друзья, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Пусть Бог вас благословит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова